Я опять в дороге, на этот раз снова едем к Виталию Беликову, интересно, что мы сегодня нового или интересного от него услышим или увидим. Мы опять снова в Виталии, снова в гостях и уже сейчас все работы закончились, да? Нет, прескали еще. Еще нет прескали? А зима культура? Да. Или еще стернили? Нет, а зима. Сорня уже горит. Уже вы трактор, я смотрю. Да, все, уже сито снизу стоит в дырочку. Усиленное. Это что такое? Это перфорированный металл с отверстиями толщиной 3 миллиметра. Закрывает радиатор, да? Закрывает, нет, доступ к радиатору, чтобы такие палки не попадали. Это подсолнечко. И приехали на это поле, на котором мы уже тут у вас с Сатановским по-тихому походили. Да, мы с секретной миссией были. С Сергеем. Увидели много интересного и сейчас у наших зрителей много вопросов. А почему вы просили такой мысли? Для чего вы сеете пшеницу и подзеваете ее? Нас этому учит американская наука. Это Рик Бибер, который рассказывал. Он рассказывал, что лен помогает росте и в начальном питании зерновым, грубо говоря. А чем он помогает? Как он помогает? Чем они взаимодополняют друг друга. То есть одно печатается за счет другого и друг другу корневая система, судя по всем, помогает. То есть они сами конкретно не объясняют, как происходит. Но то, что развитие улучшается, по их рассказам это 100%. А он показывал вариант, когда он сеял это весной. А как пришла идея посеять осенью лед? Идея наша тут всегда. Дурная идея, она же недалеко. Но почему? Все-таки она очень мало, как будто бы вместе. Но почему мало? Я считаю, что это уже очень много даже. Потому что она уже начинает становиться выше, чем пшеница. Этого достаточно. Сколько времени прошло после посева? Сколько прошло? Здесь сеялось примерно около 1 октября. Ну, грубо говоря, там плюс-минус. То есть уже больше месяца, да? Да, больше месяца. А вот если сейчас посмотреть. Мы видим, у вас на этом поле предшественник был кориандр, да? Да, предшественник был. Это потери кориандра. И вот здесь мы видим лен. В ряду лен. А вы уже здесь работали гербицидом? Да, работали гербицидом. Когда? Наверное, дней пять назад. То есть уже действие века, да? Да, действие. Ну, да, он светлеет. И лен тоже остановится, да? Он уже до... Ну, по описанию гербицида, лен останавливается в течение... Ну, вообще... Да, он не так быстро. В течение суток останавливается. И уже не развивается. И сейчас он тут начинает уже погибать. Ну, грубо он уже обецвечивается. Да. Ну, вы считаете, что даже месяца достаточно, для того, чтобы он... Достаточно. Угущение уже началось. А контроль где-то есть без льна? На этом луле нет. Очень. Я с вас ждал... Ну, я же не наукой занимаюсь. Я просто... А как ты узнаешь, что дало результат или нет? Даже если не дало результат, оно не хуже, чем все остальные. Не хуже. Оно лучше, чем все остальные. Ну, хотелось бы сравнить. А нету идеи весной проверить, подсеять лен тоже пшеницу? Нет. Контроль. Я хочу весной не работать гербицидом. У меня задача не работать весной гербицидом. Подсеять лен, это не значит, что работать гербицидом. Мы же помним, что Рик показывал. Сеем весной лен, пшеницу. И потом лен пропадает. Но знаете, я не настолько богат, чтобы топтать сырую землю. Чтобы делать тут весной колею. Это же надо зайти очень рано. Это надо наступить себе на горло. Вот так вот. Одно дело вместе посеять. Одно дело вместе посеять, а другое дело топтать посевы весной. Ранней весной. И делать дорогу в поле. Как вы оцениваете развитие пшеницы здесь? Здесь хорошая. Покажите нам корневую систему. Здесь уже кущение, полный рост идет. Мне интересно, как развиваются корни здесь? Какую норму вы здесь сеяли пшеницу? Норму сеяли два с половиной миллиона примерно. Но земля сухая. Что называется? Она вот вся высыпалась. Но не такая сухая, конечно. Но не избыток влаги, да? А у вас с дождями здесь как? Вот. Начинается второй стебель. Вот он рядом. Ну, оно везде практически уже такое. То есть это начало кущения? Да, это начало кущения. Глубина посева у вас свежая? Глубина неглубокая. Неглубокая, да. То, что надо. Ну, старались мы три-четыре, но получилось... Анкерная селка не делает нам три-четыре. Где гуще получилось, там оно не так. А вот кущения нет. Там, где у нас более развитое есть кущение уже. Да. Поэтому, как бы, меня пока справилось. А здесь вы какой силкой сели? Анкерной. Анкерной, да? То есть вот здесь дисковая и анкерная. Здесь анкерная селилась. И я смотрю, после анкерной селки тоже вот стерня хорошо сохранилась. Это не так, как после дисковой. После дисковой именно лучше, да? Это четко видно вот на потерях подсолнечника. Вот где по подсолнечнику сеяли предшественник, там были потери подсолнечника. Вот здесь сел анкер. Потерь практически не видно, что они сошли. А вот здесь сел диск, там совсем другая картина. То есть, сохраняет диск намного лучше. Это воду удобрения здесь вы носили? Нет, еще ничего не носили. С посевом не давали? Нет, с посевом тоже сухих удобрений ничего не давали. Ну, только при протрывке микроэлементов. Ну, как, почему? Из-за финансового состояния мы в долгие не было. То есть, засуха вас тоже коснулась? Ну, и засуха коснулась, потому что, как бы, ну, нет влаги. У нас было 40 миллиметров дождя всего. Вот и все. Брали образцы, кстати, приезжали с Клепининым. По стерне ноль было влаги. Это было уже по всходам, когда уже отсеялись. По стерне было ноль содержание влаги. По подсолнечнику 20 миллиметров села. То есть, практически во время дожди пошли у вас уже дожди? У нас пошли. У нас их не было. Ну, а как оно зашло? Нет, вот, было, вот, 20 миллиметров было до сева. И где-то метров 15, наверное, после начала сева. То есть, это был перерыв у нас, наверное, с неделю мы стояли. Досевали уже после дождя половину. Больше половины, чем остатка. Ну, а подкармливать вы планируете уже? Планируем весной. Весной, конечно. При возобновлении вегетации, да? Да. По мерзлоталому? Нет. Я против. Почему? Ну, потому что мы не знаем, какие будут осадки. Если осадки будут большие, то наш азот весь просочится неизвестно куда. А если будут небольшие, то, конечно, можно и так. Но у нас карбамид еще, к тому же, подкармливать с прошлого года, да. Но, может быть, мы и применим его по мерзлоталому, потому что у него действие будет проломировано. То есть, он как бы не будет сразу работать, как селитра. Посмотрим. Жизнь покажет. Потому что мы сами еще не знаем, как оно будет. Ну, сухо. Тут... Как бы... Влаги нет. Ну... Низнегрозатор. Сухо вообще. Вот на метр они бурили. По стерневым предшественникам. Ну, у нас-то посева практически нет. По стерневым предшественникам. Там ноль содержания влаги. Да. А где было до солнца? Там 20 миллиметров всего. Всталось. Ну, и чтобы я тут видел, прошло... это... корневую систему, как в прошлом году. Ее нет тоже. Да. Да. Что немного влаги. Влага есть, но видно, что... Ну, грязи нету. Нет, нету. Да. Такого, как было сырое там. Да. Вот мы были у Сатановского, у него больше влаги. А там в Черновке были дожди. Кстати, там выпало 70 миллиметров дожди. Вроде рядом, да? А до Каштановки дошел до нас нет. А смотрите, как хорошо разбивается она. Ну... Сухая потому что... Не только потому что сухая, а потому что нету обработки никакой. Так мы тут у вас немножко на... Да, да. Ничего страшного. Что еще интересного расскажете нам? Что еще интересного? Обрабатываем сейчас севы карпицидом. Осенним. Каким? Ну, алистерграмм в основном. И часть еще будет обработана завтра. Секатором. А не боитесь, что уже похолодало? Нет, не боюсь. Что заморозки может ночью быть? Нет. Молодое растение, оно вытерпит. Да. Уже есть опыт? Да. Мы же в том году работали с секатором. Алистером не работали с секатором. Ну и алистером и раньше. И уже когда было прохладно, да? Да, мы работали уже было прохладно. Замерзали по сутки ночью. Даже сегодня, видите, весной капает. Даже сегодня капает из носа. Не страшно, да? Нет, не страшно. Но если не работаете, это будет весной проблема, да? Рано. Кориандр будет расти до тех пор, пока будет плюс на улице. Столько и расти будет. Его потом восстановить. Куст этот сложно будет. В основном за кориандра проблема. Ну, здесь вот так вот. А так, вообще-то, переживаний больших нету. Но хочется, чтобы растения меньше произвели. Мы-то... А вот, что из биологических препаратов, интересно, вы что-то применяли? Ну, интересно, вы ничего не применяли. Прям так, чтобы сравнить с чем-то. Просто мы применяли комплекс, биологический комплекс защиты, для того, чтобы не использовать фунгицидную защиту. С осени, да? А семинарами? Да, нет. Уже по зеленке я работал. У меня был комплекс, защитный комплекс биологический. И мы им работали. Но тоже это не все посевы. Это часть, как бы... Ну, и какие-то первые, там, что-то вид, да? Ну, пока... Трудно сказать. Да, трудно сказать. Это уже, я думаю, покажет только весна. Да, и уважаем. Сейчас. Ну, сейчас пока... Большого отличия. Так, чтобы слаба, знаешь, заметно было, нету. У меня был комплексей на первые 20 сентября. Упущение только начинает. То есть мы очень поздно сеем. Надо раньше сеять. Когда надо сеять? Раньше. Когда? Когда? Ну, как вам сказать, когда... Ну, я бы уже сместил сроки еще на 10 дней раньше. 20 сентября? 20 сентября. Даже, исходя из того, что этот год теплый и, как бы, вегетация, но мне недостаточно, я бы еще бы хотел на Шибаново распустить. Да, блядьẽ. Яплата. Еще раз. Класс. Режиссер. Класс. Субтитры сделал DimaTorzok А вот можно следить за всем, что происходит на базе. Очень удобно. То есть мы за этой машиной можем смотреть, куда она будет ехать. На 360 градусов. И приблизить мы ее можем еще ближе намного. Метеостанция нам нужна, когда мы начали работать с кассами. Нам нужна влажность воздуха, температура и точка росы. То есть эта станция нам обеспечивает температуру на улице. Вот это мы сейчас видим. В реальном времени, да? В реальном времени сейчас, на данный момент. Влажность воздуха, скорость ветра, порывы ветра и температура, которая чувствуется на улице на данный момент. И вот это точка росы. Это будет минус 5,8, да? Но это неправильно. Тут что-то случилось у нас с вот этим датчиком температуры, влажности воздуха на улице. Он стал неправильно работать. Это буквально месяц назад, наверное. И показывает еще дополнительно давление, показывает освещенность и меряет нам осадки, выпавшие за сутки, за неделю и за год. А как мы за неделю, за неделю? Все это сохранено. Вот журнал есть. Да, журнал. Мы можем посмотреть любые параметры. То есть мы можем листать их, переходить в разные другие параметры. Температура, да? Да, и графики можем строить, и за год. Все он сохраняет автоматически. Карта памяти в нем. Мы можем переносить... Направление ветра тоже, да? Направление ветра тоже есть, да. И это все мы можем переносить, списывать с него, с этой флешки и переносить в свой компьютер. А где стоит приемник? Приемник стоит на улице, может быть расположен на расстоянии 100 метров от вот этой базовой станции. А как связь идет с ним? Связь идет по Bluetooth. На станции стоит солнечная батарея и аккумуляторы. То есть аккумуляторы днем заряжаются, ночью заряжаются. Когда работает солнечная батарея, получается, заряжаются аккумуляторы днем. И ночью работает уже чисто на аккумуляторах. Мы не заряжаем вообще ее. То есть мы туда на базовую станцию не обращаемся. То есть оно автоматически все там происходит. Стоит термеру такую? Ну, в любом случае это стоит, потому что, во-первых, вы знаете осадки. Во-вторых, вы всегда знаете температуру, влажность. Ну, это параметры, как и гербициды вносить, как и фунгициды вносить. То есть очень большая. Да, очень. Она вообще должна быть у каждого. А дорого стоит, где вы ее приобретали? Стоимость я сейчас точно не скажу, но в районе 10 тысяч рублей приобретали мы ее по интернету. Да, это самая простая станция. Можно, да, в почве тут датчиков нет. То есть это уже сложно, да, это без всяких там почвенных температур рекомендаций. Она же ничего не выдает, она просто замеряет и выдает нам параметры. Сами смонтировали, да, все? Все сами. Ничего там сложного нет. Ничего сложного нет. То есть не обязательно покупать слишком навороченные такие. Вообще лучше не покупать навороченные, потому что чем больше наворотов, тем больше вопросов, как оно работает. И да, и там уже начнется. Да, и если это нужно, то это нужно. А нам же не надо рекомендации. Это самое простое, да? Да. Самое доступное, да? Это самое надежное. Самое такое, с которым нужно работать. Каждый день ты смотришь, ты видишь, ты понимаешь, что надо, что не надо. Все. Это осадки у нас показывает за день, за неделю, за месяц и за год. 192,3 за год миллиметров. А обычно среднегодовая какая у вас количество? 250. Видите, даже нет пока, да? У нас все впереди еще. Точно. У вас хорошая перспектива. Еще 70 миллиметров должны на нас упасть. Ну, как всегда, такие встречи начинаются днем, а заканчиваются ночью. Песня. Это уже мы третий чай пьем, и темы для разговоров не заканчиваются. Можете себе представить. Можете себе представить, да. Это у нас своего рода такой коллогиум, где мы уже все темы разбираем более глубоко. И намечаем какие-то пути решения тех проблем, которые мы видим. Потому что, вы знаете, любая проблема, когда ты смотришь на нее с одной стороны, ты видишь только один путь решения. А когда встречается с трех сторон, мы можем увидеть больше вариантов решения той или иной проблемы. Поэтому, наверное, вот такое неформальное общение, оно очень ценно. И любая наша встреча с Виталией, либо у меня, либо у него, она начинается днем. И заканчивается зеленым чаем. Зеленым чаем, и почему-то мы расходимся с ночью. И эта встреча не исключение. Виталий, спасибо за то, что ты показываешь, за то, что ты делишься. Я еще что-то показывал, поехали смотреть. У меня балла. Все, хватит. До новых встреч.